Сейчас нас окружают бесконечные потоки информации, и можно затеряться в этом многообразии. Порой трудно отличить правду от вымысла. Давайте будем верить только проверенным фактам. А также поговорим на интересные темы, послушаем мнение рязанцев и узнаем, что по этому поводу думает специалист. В эфире программа «Обо всем честно» и я, ее ведущая Ольга Харламова. Здравствуйте! Считается, что все натуральное лучше – в еде, косметике, в одежде, в предметах, которые нас окружают. Откуда пошла мода носить вещи из натуральной кожи? Почему некоторые выбирают именно ее? В чем плюсы натуральной кожи и где минусы? Насколько сложно ее производство и оправдано ли оно? Как отличить кожу от подделки и как за ней правильно ухаживать? Давайте разберемся. Кожа – это красиво, модно и всегда актуально, но в последнее время сложно отличить ее от искусственной. Технологии изготовления кожзаменителя достигли очень высокого уровня. Нечестные производители под видом кожи ухитряются продать подделку, в ход идут разные уловки. А в магазине на вопрос – это кожаная вещь? В большинстве случаев отвечают – да, конечно. Тем более, что, как показал наш опрос, кожаные вещи востребованы. Их выбирает большинство жителей нашего города. Тем, что это натуральная вещь, полезная для здоровья, я думаю, носка таких вещей. И качественнее, и экологически чистая. Особенно обувь. Ну, когда носишь изделия из натуральной кожи, ноги не болят, ноги дышат, ногам комфортно, никаких мозолей, никаких деформаций ступни нету. А когда одеваешь изделия из кожзама, ну, это как колодки на ноги одеть, очень неприятно. Экологичнее, прочнее. Сейчас уже есть такие качественные кожзамы, которые особенно, может быть, и не отличишь. Вот. Ну, в целом, всё равно, как бы, приятнее носить натуральные. Стараюсь кожу не носить, кроме ботина. Потому что сейчас довольно-таки качественный кожзам пошёл, вот, я не отличаю. Тем, что она ноская, она тёплая, она принимает очень быстро форму тела, удобно, то есть, ну, практично. Удобно, не пропускает, как бы, холод носить. Красиво, там, не знаю. Да. А чем? Качество, надёжность и срок эксплуатации. Из кожи делают практически всё – верхнюю одежду, обувь, аксессуары, костюмы и нижнее бельё. Ну, а купить новую брендовую сумочку – желание практически любой современной модницы. А ведь на самом деле производство и обработка кожи – одно из древнейших занятий человека. Об этом свидетельствуют первобытные орудия скобления и распарывания, изготовленные из камня. Причём интересно то, что раньше её использовали без всяческой обработки, можно сказать, прямо в сыром виде. Со временем было замечено, что обработанная жиром кожа легче размягчалась, и поэтому её начали дополнительно смазывать жиром. Почти у всех народов жирование стало обязательным при выделке кожи. Ведь изначально шкура животных была просто трофеем, но затем, оценив её качество, прежде всего прочность, на ней лежали, укрывались, носили в качестве одежды. А с некоторых пор натуральную кожу используют и для изготовления спортивных товаров. А задумывались ли вы когда-нибудь, откуда произошло слово «кожа»? Есть очень интересное объяснение. В древности оно звучало как «козье» и означало конкретно шкуру козы. В дальнейшем его значение расширилось, и сейчас самыми дорогими в мире считаются кожа крокодила, страуса, ската, лягушки и змеи. Но тут легко натолкнуться на подделку, поэтому можно посоветовать только одно – делать такие покупки в специализированных магазинах. А вообще в кожевом производстве часто используют шкуру крупного рогатого скота. Они прочные и эластичные. Из козьих выделывают добротную тонкую кожу с мелкими волнообразными рисунками. Свиная кожа пористая и мягкая, чаще всего ее используют как подкладочную, а также для изготовления одежды и кожгалантерейных изделий. Стоит сказать и о том, что цена этой вещи во многом зависит от страны производителя. Чтобы узнать среднюю стоимость, например, кожаной кортки, мы промониторили несколько сайтов в интернете и получили такой результат. В Китае она обойдется в 25 долларов, в Турции – 20-30 долларов, в Греции – 40 евро, в Италии – 163 евро, в России – 60 долларов. Наш предприятие обрабатывает в основном кожу КРС – это крупного рогатого скота. Они приходят в законсервированном виде, загружаются в специальное оборудование, которое называется барабаны, в которых шкуры размачиваются, удаляется волос, затем удаляется подкожно-жировая клетчатка или жир, который находится на коже. В дальнейшем кожа проходит процесс дубления. Далее проходит ряд механических аберраций, в том числе двоение кожи, отделение лицевой поверхности и средняя часть, из которой делается потом кожа из пилка. Затем происходит крошение кожи. На данном этапе кожа выкрашивается в нужный цвет, жируется, даются определенные эластичные свойства кожи. И, конечно, обработка кожи – это финишная отделка кожи, основная цель которой – это придать эстетизму коже. У натуральной кожи есть достоинства и недостатки. Достоинства. Кожа дышит и прекрасно приспосабливается к изменениям температуры. Это делает её комфортным материалом вне зависимости от времени года. Она экологична, практична, прочна и при должном уходе долговечна. Кстати, поэтому её выбирают многие байкеры. Знакомьтесь, это Юрий – байкер с 15-летним стажем. Любовь к мотоциклам у него появилась ещё в детском возрасте. Маленький Юра держался за руль, но ещё не доставал до педалей, а ездить уже хотелось самому. Мечта осуществилась. Задумался и о покупке кожаной куртки и штанов. Всегда хотелось начать немножко раньше, но, соответственно, там мне так получилось. Просто там косуху я приобрёл, там мне было сколько, по-моему, лет, наверное, 17. Я покупал её бушину даже, потому что по деньгам купить нормальную толстую вещь. То есть как бы она прочно её поставила, она стоит, грубо говоря. И эта куртка уже очень много лет, поэтому, как сами видите, жила здорово. То есть и падение, то есть и всё было. Мотоцикл для него – это образ жизни. Идеи, взгляды – это то, что в душе. А любимые кожаной курткой и штаны не раз помогали отделаться лишь лёгкими ссядинами, тогда, когда могли бы быть и более серьёзные травмы. Кто не ездил, тот не падал, конечно, соответственно. Вот, и, соответственно, когда были тоже падения, скользячки были, всякий случай, то есть падение было на правую сторону, то есть, ну, как видите, небольшой косяк маленький, то есть и, в принципе, всё. Мелкие ссадины, соответственно, падения, то есть мотоцикл на мне катился, на ноге, то есть немного потёрлись, немного куртки потёрлись, немного штаны потёрлись, в принципе, всё. Так что Юрий и дальше планирует носить такую одежду и советует её всем любителям мотоциклов. Это хорошая защита от грязи, вот, то есть от падений, то есть пусть не сильно, там, скользячка защищает, как бы, то есть лучше, чем ездить в джинсах, там, и, впрочем, в остальном манировании. Ну, и своеобразно, это стильно модно, то есть отмывается легко и прочее всё. Это защищает, как бы, и от ветра, и от зной, то есть все говорят, да, там, в куртках, многим, там, где жарко, наверное, нет, всё это неправда, едешь довольно комфортно, то есть где надо она отдувается, если холодно, то есть она, наоборот, согревает. Но есть и минусы. Натуральная кожа требует специального ухода, иначе быстро потеряет свой привлекательный внешний вид, может вытянуться и деформироваться. Кожа не выдерживает долгое воздействие прямых солнечных лучей, в результате этого может выгореть. При неосторожном обращении её можно поцарапать, появится повреждение, но и один из главных недостатков – высокая цена. Но всё же её стоимость оправдана долговечностью. Изделия из натуральной кожи реже требуют замены. Их срок эксплуатации с каждым годом увеличивается, потому что появляются новые, новые технологии. Процесс же производства такого материала трудоёмкий, но он полностью оправдывается и окупается. Это всегда было очень дорогостоящее мероприятие. Это связано, в первую очередь, тем, что само сырьё для производства кожи очень дорогое. Это основная затратная часть при производстве кожи. Тем более, в настоящее время мы постоянно испытываем дефицит кожейного материала. Это главное определяющее. Затем при обработке кожи используется очень большое количество воды. Поэтому затраты идут как на водопотребление, так и на очистку стоков. Ну и также все остальные затраты. Кожа в зависимости от назначения, она подразделяется на мебельную кожу, автомобильную кожу, авиационную кожу, одёжную кожу, обувную кожу или галантерейную. В зависимости от эксплуатационных свойств кожи, также отличается обработка кожи. Потому что, допустим, к мебельным кожам предъявляются такие высокие требования по трению, потому что мы сидим, воздействуем непосредственно на кожу. Допустим, на обувную кожу предъявляются высокие требования к многократному изгибу. То есть существуют определённые тесты, имитирующие ходьбу, и кожа не должна трескаться вместе в местах изгиба. А теперь поговорим о том, как нам, непрофессионалам, отличить натуральную кожу от искусственной. Это нелегко, но есть некоторые хитрости. Искусственную выдаёт резкий химический запах. Однако руководствоваться только этим правилом не стоит. Существуют специальные ароматизаторы, и искусственная кожа после обработки ими пахнет так же, как натуральная. Подержите её в руке. Если быстро нагреется и некоторое время сохраняет тепло, это кожа. Если же нет, это кожзам. При растяжении натуральная кожа не похожа на резину, но в то же время быстро приходит в исходное состояние. Если согнуть кожу пополам, то на изгибе цвет не меняется, и даже при множественном сгибе не должно быть следов и вмятин. Поры искусственные одинаковы по глубине и форме, а вот у натуральной располагаются произвольно. А на срезе вы должны увидеть множество переплетённых между собой волокон, коллагеновых нитей. И если таких нет, а вместо них тканевая основа, то это точно не кожа. Также можно проверить подлинность кожи с помощью огня. Натуральная кожа не горит, а будет слегка тлеть. Ну а чтобы кожаная вещь прослужила верой и правдой, долгое время нужно за ней правильно ухаживать. Средств сейчас для этого много. А какой совет нам даст специалист? За кожей нужно указывать специальными средствами. Если мы говорим об обувной коже, об зельях и зубах, то необходимо ухаживать специально предназначенными кремами. В крайнем случае мягкой, влажной тряпочкой. Ни в коем случае никакими абразивными материалами, которые будут корябать кожу, нарушать лицевую поверхность. Если это касательно ворсовой кожи, так называемой кожи из велюра, то существуют специальные щёточки, которыми обрабатывают изделия. Ну а если вернулись домой с насквозь мокрыми ногами, нужны срочные меры по спасению обуви. Прежде всего её надо обмыть холодной водой и высушить. Помимо профессиональных средств по уходу за кожей, существуют и народные способы. Например, чтобы тёмная кожа не теряла блеска, её протирают ватным тампоном, смоченным в лимонном соке. Почистить замшу можно водным раствором нашатырного спирта, разбавленным 1 к 4. Чтобы лаковая кожа не трескалась, её иногда протирают глицерином, вазелином или подсолнечным маслом. Избавиться от запаха кожи можно, посыпав её молотым кофе и оставив на 12 часов, но если кожа не светлая. Крашеная кожа не любит солнечного света и под его воздействием может выгореть. Лаковая кожа не любит химические вещества, это стоит учитывать при сушке и обработке изделия. Осушить кожу необходимо подальше от ультрафиолета и нагревательных приборов. Это касается и кожаной обуви. Вот такие простые советы. Правильный уход поможет сохранить внешний вид таких вещей. Так что приобретать натуральную кожу или искусственную – выбирать вам. Главное – не быть обманутыми и не натолкнуться на подделку. Удачных покупок вам! Это была программа «Обо всём честно». Я и её ведущая Ольга Харламова. Скоро увидимся. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова